Друзья сердечные, всем привет! Меня зовут Алина, я бьюти-блогер и визажист. Веду свои деятельности, я каждый день использую огромное количество баночек и разные косметики. И, как любая девушка, покупаю средства по уходу за телом, за волосами и разные бьюти-штуки. Естественно, эти средства периодически заканчиваются, и я подумала, было бы классно и интересно делиться с вами честным отзывом и своим опытом по использованию каждого из этих средств. Сегодня первый выпуск, и я подготовила шесть разных баночек на обзор. Погнали! Поддержи меня лайком и подпиской. Лот номер один. Эссенция от марки Пойот. Если честно, спойлер, я точно куплю эту баночку еще раз, потому что это уже минимум пятая банка в моем арсенале. Почему мне нравится этот продукт? Во-первых, он подходит практически любому типу кожи. Возможно, для сухой кожи он не даст сильного увлажнения, но комфорт и приятные ощущения вам гарантированы. Производитель рекомендует эту банку хранить в холодильнике. Я пробовала, и тогда вы создаете эффект ледяного кубика. То есть его можно использовать как противоотечное утреннее либо дренажное средство. Вы можете делать по нему массаж лица и использовать как базу. А самое главное, скоро лето, и какие-то плотные увлажняющие текстуры на лице носить сложно. Средство от марки Пойот – идеальный выход. Вывод. Эту баночку я рекомендую, и я ее обязательно еще раз куплю. Счет один. Лот номер два – это лосьон для тела. Я думаю, вы все про него слышали. Султан де Саба, Мускус и Сантал. Что я могу сказать от себя? Да, действительно, у него очень неплохие увлажняющие и питательные свойства. Кожа после него выглядит круто, но для меня этот аромат тяжеловат. Я использовала этот крем после тренировок, то есть я принимала душ, и когда наносила на себя этот крем в раздевалке, меня постоянно спрашивали, а что у вас за аромат? И я поняла, что для меня такой яркий шлейф – ну, не совсем, наверное, комфортная история. И немаловажный факт – за 200 мл крема нужно отдать примерно 7000 рублей, и я считаю, что это все-таки минус. Поэтому отставляем, и счет у нас 1-1. Погнали дальше, следующий лот номер 3 – беспиртовой лосьон для лица от бренда Холиленд. Если вы любите ощущения чистой кожи, но не такой, как до скрипа, потому что до скрипа – это на самом деле неправильно. И если вы доводите умыванием и уходом свою кожу до такого ощущения, то вы наносите, ну, на самом деле, вред всем барьерным функциям. Ну, я не косметолог, и на этом заострять внимание не буду, а вот про это средство могу сказать, что после него не стягивает кожу, вы не ощущаете сухости. Эта штука отлично подготавливает кожу к следующему этапу – к сыворотке или крему. Моя кожа достаточно по-разному себя ведет, иногда она чувствительная, и даже в этот период активный компонент и озвен деликатно работают с кожей, и я не испытываю какого-то дискомфорта. Сейчас появились противники этого этапа в уходе за кожей, то есть говорят, что мы должны умыться и сразу переходить к крему, мол, тоник, лосьон – это бесполезная трата времени и денег. Но пускай я буду старовером, но я пробовала и так, и так, и именно с тоником я вижу результат более классный. Я не понимаю, как это может мне приносить пользу, если в составе тоников огромное количество классных активных компонентов, которые работают, подготавливают кожу к следующему этапу. Но не будем делить мир на черное и белое, а я принимаю решение этот тоник еще раз приобрести, и будем рассматривать следующий лот. Давайте закончим с косметологией, и следующий лот – это очищающее молочко от бренда Ангиофарм. Возможно, Ангиофарм, если я сказала некорректно, прошу меня простить. Эту штуку мне посоветовал косметолог, и, если честно, это очень классно, особенно для кожи, которая чувствительная. Что мне понравилось? Классно убирает макияж, не оставляет чувства стянутости кожи после этого молочка, действительно, чувствует себя прям такой свежей, чистой, она дышит, она сбросила макияж. Также молочко подходит для тонкой чувствительной кожи вокруг глаз, вы можете убирать макияж. В целом, вы можете не использовать, например, материальную воду и пенку, а можете использовать только молочко. И переходить к следующему этапу. Если у вас от этой фирмы есть какие-то любимчики, напишите, пожалуйста, в комментариях, я буду очень рада. Для меня это прям суперподсказка. Я делаю вывод, что это молочко я еще обязательно куплю, поэтому у нас 3.1. И мы плавно переходим к предпоследнему лоту. Это известный всем разрекламированный гель для бровей от марки Pussy с эффектом ламинирования. Это далеко не первая, не вторая и не десятая даже моя баночка этого средства. Я его очень и тепло любила, он меня всем устраивал, потому что он действительно разделял, не оставлял белого налета и создавал эффект волоска к волоску. Но что-то поменялось. И так как я его рекомендовала многим своим клиентам, я стала собирать обратную связь. В последнее время обратная связь стала не очень. Многие стали отмечать, что появился налет, что при извлечении щеточки из банки геля остается слишком много и распределять его по брови достаточно неудобно. Приходится бесконечно делать вот такие движения. В общем, этот гель мне действительно сильно нравился, но я стала замечать тенденцию, что цена растет, а качества нет. Поэтому я возьму паузу и буду искать что-то новенькое. Таким образом, у нас с вами два, три. Та-да-да-дам, мы с вами подобрались к последней баночке. Я обожаю стайлинг для волос, и это сухой шампунь от марки Тиджи для придания объема. Как люди обычно воспринимают словосочетание сухой шампунь? У меня грязная голова, я должен использовать шампунь, и тогда голова станет чистой. Да, действительно, если вы нанесете шампунь на корни, то за счет его матирующего эффекта сальный блеск пропадет. Но на самом деле правильно использовать его именно на чистые волосы для продления чистоты и стойкости вашей укладки. Сухой шампунь приподнимает волоски, появляется текстура. Если любите эффект от косичек или какие-то серферские волны, вы можете на ночь свернуть волосы в жгут, нанести вот это средство. Вообще, у Тиджи очень много средств для текстур, и они потрясающие. Берите вот этот. Я лично точно еще раз возьму. Поэтому у нас 4-2, и эта рубрика сегодня объявляется закрытой. На самом деле, мне безумно понравился такой формат обзоров, и я действительно рада, что запустила эту рубрику. Оставляйте свою обратную связь в комментариях, для меня это бесценно. Увидимся с вами в следующих выпусках. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok